Сегодняшнее заседание правительства Республики Башкортостан, та самая еженедельная оперативка началась с кадровых перестановок. Ну, вернее сказать, это были не кадровые перестановки, а перестановки кроватей. Кроватями в этот раз поменялись Урал Кельсинбаев и Азад Солдат Барданов. Азад Солдат был назначен заместителем главы администрации Хабирова по вопросам внутренней политики, а Урал Кельсинбаев, окончательно эту самую внутреннюю политику проваливший, был назначен вице-премьером правительства с неопределенными полномочиями. Хабиров отдельно отметил, что возвращает Азаду Солдату его любимую кормушку, а именно управление комиссией по недропользованию. Ту самую комиссию по недропользованию, которая занимается освоением недр, в том числе и в том самом злосчастном Заурале. Собственно, Азад Солдат остается при своих источниках и, как говорится, на новой должности. Ну, ничего более гениального, как сменить верного одного Урала Кельсинбаева на верного другого Азада Солдата, Хабирову, собственно, в голову не могло прийти. Жаль, конечно, что Максим Васильевич, избавляясь от Кельсинбаева, теперь получает взамен его Барданова. Это, как говорится, неизвестно, что хуже чего. И теперь этот самый Барданов будет у него управлять внутренней политикой, а Максим Васильевич Заобелин будет отвечать в целом за все вот эти ужасные вещи, которые творят что Кельсинбаев, что Барданов. Кстати, о Заобелине. Похоже, его попытка расстаться с Башкортостаном в очередной раз не увенчалась успехом, и Заобелин остается в Башкирии, а его поезд в направлении правительства Подмосковья безнадежно ушел. Ну, собственно, это, наверное, и неплохо, потому что Заобелин один из самых здравомыслящих людей в окружении Хабирова. Однако вернемся к Барданову и Кельсинбаеву. То, что Азад Солдат займется внутренней политикой, это одновременно и смешно, и печально. Никакой внутренней политики в Республике Башкортостан давно нет. Остается только функция подавления любого недовольства и генерирования ложного и лживого информационного поля об успехах Хабировщины и Хабирова в частности. Барданов, если честно, ни в том, ни в этом, как говорится, не зуб ногой. Ни черта не понимает. Специалист он так себе. Ну, видимо, остается ему палить из какого-нибудь оружия по кустам в поисках шайтанов, чем, собственно, он и прославился в последнее время. А с Кельсинбаевым и того проще. Проваливший полностью все, что смог провалить и все, что ему было поручено, Урал Кельсинбаев тихонечко задвинут накормление в правительство. Там он, ну, замутит парочку каких-нибудь инвестпроектов с колоссальной государственной поддержкой и, ну, начнет наедать себе бока, как и прочие вице-премьеры, неудел. За полной ненадобностью, но одновременно с этим и невозможностью признать ошибочности его назначения на этот пост, Кельсинбаев уходит в небытие. Напомню, что привел его в администрацию за руку тот самый иноагент Мурзагулов, именно этот иноагент Мурзагулов и охмурил Хабирова Уралом Кельсинбаевым. Остается только удивляться тому, что Хабиров так долго втыкал тот факт, что Кельсинбаев действительно ни на что не годится. Вот теперь посмотрим, как быстро или как долго Хабиров поймет, что и Барданов, в общем-то, не годен для того, чтобы рулить внутренней политикой в республике Башкортостан. Я от себя добавлю, что вот эта самая внутренняя политика, а, по сути, конфликтность внутри региона, безусловно, в ближайшее время будет только нарастать. И уж кто-кто, но точно не Барданов с этим сможет справиться. Ну, наломает он там дров, ну, с кем-нибудь, значит, переругается, перевоюет в очередной раз и все. У человека нет никаких компетенций, чтобы заниматься вот подобными вещами. Так что, ну, печально и смешно будем наблюдать дальше. Несмотря ни на что, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, комментировать, ставить лайки, помогаясь продвигать наш канал в системе YouTube. Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал. Там состав новостей и их оперативность несколько выше, чем на YouTube-канале. Тут мы все-таки выходим всего лишь дважды в неделю в среднем. Ну, и тем, кто действительно хочет помогать нашему каналу, тем я предлагаю помогать нашему каналу материально. Мы живем, как говорится, на ваши пожертвования. Напоминаю, что ни одной копейки из этих денег я не забираю себе, а все они идут на содержание канала. Помочь каналу вы можете единственным доступным способом, перечисляя деньги на наш расчетный счет, который мы вам демонстрируем, и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем YouTube-канале. Прежде чем перейти к обзору текущих докладов оперативного совещания, отмечу, что в этот раз и впервые за долгое время, собственно, с прошлого года, наверное, впервые, в зале оперативного совещания появился Айрат Рахматулли, тот самый фактический министр здравоохранения, который долгое время отсутствовал после аварии, которое случилось с ним 31 декабря минувшего года, и который потом еще там в каких-то отпусках пребывал, переживал там скандалы с какими-то заведующими поликлиник, но тем не менее, вопреки злопыхательствам недоброжелателей, Айрат Рахматуллин снова в строю и даже чего-то там рассказал про то, как он борется с коронавирусом. Ну, собственно, это не очень интересно и прямо-таки, скажем, архаично уже в нынешних условиях, так что перейдем к текущим докладам. Мадам Голованова доложила о том, как обстояли дела в минувшую неделю в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. За неделю у нее случилось 4 крупных аварии с отключением ресурсов более чем на 8 часов и 32 так называемых технических инцидента. Это когда сотни домов отключают от воды, света, газа и еще чего-нибудь полезного, но аварии это не признается. Отопление, как отмечают жители республики, в последние дни жарит как не в себя, но Голованова утверждает, что отключение отопления массово случится в республике не ранее, чем установится среднесуточная температура плюс 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. Как они это измеряют, когда они будут отключать, Голованова точно не сказала, но очевидно, что ресурсники, похоже, выжимают последнее из этих вот доходов от отопления, сейчас они врубят все возможные гигакалории, оправдывает некими испытаниями системы, и, в общем, конечно, за апрель в том числе мы получим исполинские счета за отопление. Хабиров, выслушав Голованову, высказал свое недовольство уборкой населенных пунктов, несмотря на то, что Ирина Александровна гордится тремя тысячами дворников, которые неустанно подметают улицы. Хабиров отметил грязь и пыль, окутавшую города республики Башкортостан, и сообщил, что в четырех муниципалитетах и вовсе отсутствуют поливальные машины, которые он так любит видеть на улицах городов. Хотя при этом деньги на покупку этих поливальных машин были исправно выделены. Хабиров был в ярости. Он заявил, что только в 14 муниципалитетах есть и отмечается высокая готовность к весенне-летнему сезону. В остальных почти 50 муниципалитетах этой готовности не наблюдается. Особенно грязно, по словам Хабирова, в Туймазах и в советском районе города Уфы. Ну, собственно, я, если честно, не вижу разницы по районам Уфе. Примерно везде одинаково грязно. Тут же Хабиров поручил Морзаеву провести разъяснительную работу с главами. Отдельно Хабиров резко отметил свое недовольство работой Головановой по уборке городов. В общем, получила она втык. Завершая свой вот этот разгром, Хабиров напомнил о необходимости очередного ремонта дороги Уфа-аэропорт. Ну, это и понятно. Каждый день Хабиров минимум дважды ездит по этой дороге на работу и с работы, и его Мерседес, каждое колесо, которого стоит на минуточку 250 тысяч бюджетных рублей, стучит неустанно по этим выбоенных на дороге Уфа-аэропорт. Я уже, честно говоря, не помню, в который раз капитально будут ремонтировать эту дорогу, ну, как минимум раз в год ее перестилают за много-много сотен миллионов рублей. Результат, ну, каждый раз плачевный. Опять выбоенная, опять разбитая дорога. Помнится, еще минувший министр транспорта и дорожного строительства рассказывал мне о том, что там какая-то совершенно чудовищная запредельная загрузка этой дороги, и она, в принципе, не может быть нормальной. То есть, что бы там ни делали, какие бы миллиарды туда ни ухали, ни ахали, она все равно будет всегда разбитой. Ну, такова точка зрения наших чиновников. В общем, конечно, дорога, это Уфа-аэропорт, это, конечно, такая лакмусовая бумажка. Ну, каждый год, один-два раза, мы ее торжественно ремонтируем. Далее последовал доклад министра транспорта и дорожного строительства, который нам никогда не рассказывает о дорожном строительстве. Александр Владимирович Калибанов рассказал, как и обычно, про аварийность на дорогах, гибель людей. ДТП он зафиксировал за минувшую неделю 42, пострадало в них 46 человек и погибло 8. Всего за год уже погибло 85 человек, что на 31 человек больше, чем в прошлом году за тот же период. Вот этот разрыв смертности между нынешним годом и предыдущим продолжает нарастать, уже превысив 30% от предыдущего показателя года. Калибанов также сообщил, что за минувшие 3,5 месяца в Башкирии задержано 4107 пьяных водителей за рулем. Это тоже больше, чем в прошлом году. В прошлом году было немногим больше 12 тысяч за год. Теперь вот 4100 за 3,5 месяца. В общем, рекорды бьет Калибанов каждый день и каждую неделю. Заслушали и доклад председателя комитета по чрезвычайным ситуациям по республике Башкортостан Кирилла Сергеевича Первого. Он сообщил о ситуации с паводком. Выделил он 27 случаев подтопления населенных пунктов на данный момент в республике, 145 придомовых территорий затоплено, 348 садовых участков под водой, 23 участка автодорог тоже затоплены и затоплены 8 мостов. Вода в реке Белой у Фимки и Деми продолжает подниматься и пик паводка господин Первов прогнозирует на период с 20 по 25 апреля. МЧС размещает беженцев из Палестины в республике Башкортостан. Также прибыли там почти 500 детей из города Белгорода, которых размещают в пионерских лагерях и прочих богоугодных заведениях. Отправлен 120-й конвой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, а также Кирилл Первов обеспечил гуманитарную помощь Сирийской республике и отправил 80 тонн питьевой воды в бедствующий Оренбург. Также в Оренбург была отправлена некая группировка МЧС по республике Башкортостан помогать справляться с той бедой, которая обрушилась на Оренбургскую область и Оренбург в частности. Ну, собственно, наверное, это дело правильное, потому что надо помогать соседям. Даже если у них там дамбу, которая стоила якобы миллиард рублей, построили всего за 20 миллионов, а остальное куда-то попрятали. Надо сказать, что оперативное освещение 15 апреля 2024 года было, пожалуй, самым пустым на моей памяти из всех оперативок, которые я пересмотрел. А пересмотрел я их, конечно же, сотни. Еженедельно практически, по понедельникам, я отсматриваю это заседание. И вот в этот раз, ну, просто 80% из того, что там звучало, было абсолютной пустотой. Несмотря на то, что оперативное совещание длилось более часа, выводить из него хоть сколько-нибудь много нормальной, важной информации для региона было невозможно. Судя по всему, ради Фаритовича его команда опускаются в какое-то болото безвремени. Далее в оперативке последовали доклады в жанре новости будущего. То есть о подготовке к высадке деревьев в рамках акции «Зеленая башкирия» и «Сады памяти». Ну, вот уже пять лет подряд. Бюджет республики всаживает десятки миллионов рублей в эту чушь, а деревья продолжают сохнуть на улицах городов, чиновники продолжают не замечать этого, высаживают снова деревья, деревья снова сохнут, ну и так далее. Вот эти вот зеленые башкирии и «Сады памяти» продолжаются из года в год, и десятки миллионов рублей мы в это дело вбрасываем. Поговорили о подготовке к пожароопасному периоду и тушению лесных и ландшафтных пожаров. Хабиров строго предупредил своих подчиненных, что лето будет сухим, и, как он выразился, будем гореть. Ну, будем надеяться, что МЧС и всякие пожарные службы готовы к тому, чтобы тушить эти пожары и противостоять стихии, ну, например, лучше, чем это было сделано в Оренбурге и в Оренбургской области, где внезапно стихия поставила перед фактом чиновников, что они ничего не могут сделать с этой бедой, и предложили жителям просто бежать подальше, да и все. Ну, вот как-то так. В конце оперативки обсудили успехи уфимского аэропорта, я уже сбился со счета в который раз. В прошлом году аэропорт обслужил почти 5 миллионов пассажиров, а к 2030 году планируется обслужить 7 миллионов пассажиров. Ну, при условии, что к этому времени, к 2030 году, в Российской Федерации еще сохранятся какие-нибудь летающие на самом деле самолеты, но это, как выразился, Радий Фаридович, не от нас зависит. Напомню, что на данный момент количество самолетов неуклонно сокращается, самолеты ломаются, летать дальше не могут, а Российская Федерация, ну, за прошлый год произвела всего один пассажирский лайнер. Так что, ну, посмотрим, как мы будем летать в 2030 году высоко, или, как говорится, назенька-назенька над землей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!